всем привет вы на канале вязаная мечта от алены хашевой предлагаю связать детскую безрукавку на возраст 18 месяцев такая безрукавка вяжется несложно справится и начинающая вязальщица но смотрится очень привлекательно и ваш малыш безрукавки в такой будет просто очаровательным я использовала пряжу розетти аляска турция это вот эта светлая и карис ярна италия голубая обе пряжи имеют похожий состав и имеют вид полого шнура шнур наполнен шерстью и изделие из такой пряжи получаются легкие и невесомые а благодаря хорошему метражу расход пряжи небольшой на эту безрукавку у меня ушло менее 100 грамм пряжи и так с чего мы начинаем вязание у нас есть описание данной модели мы выбираем размер который нам нужен и первое что мы делаем это изучаем выкройку которая приводится в описании я например вязала на 18 месяцев поэтому я смотрю на цифры которые обозначены как последний размер 18 месяцев это у нас на выкройке буква е получается у меня длина изделия 31 и 5 сантиметров ширина изделия 31 сантиметр горловина 12 и 5 сантиметров и обхват груди 20 с половиной сантиметра если данные размера подходят под замеры вашего ребенка то ознакомливаемся далее с плотностью вязания в описании приведена плотность двадцать две петли на тридцать два ряда мы берем пряжу из которые планируем вязать и вяжем образец определяем свою плотность вязания моя плотность вязания 17 петель на 30 рядов так как моя плотность вязания не соответствует приведенной в описании то я посчитала коэффициент петель и рядов и сделала перерасчет под свою пряжу и плотность как это сделать у меня на канале есть подробное видео в плейлисте вязальной полезности я добавлю сверху в подсказках это видео пожалуйста заходите смотрите пробуйте пересчитать под свою плотность если будут вопросы то вы можете их задать в моем телеграм-канале ссылку оставлю под видео ну а для тех кто хочет связать именно размер на полтора года с такой же плотностью как у меня я приведу свои расчеты покажу сколько я набирала и как я вязала такую без рукавочку я нарисовала выкройку обозначила на ней свои расчеты и указала петли давайте разбираться начинаю я всегда вязание со спинки на спице номер три набираем 54 петли и вяжем два с половиной сантиметра резинкой 2 лицевые 2 изнаночные я использовал для окантовки другой цвет пряжи которым провязала два ряда это может быть и вся резинка одним цветом основное вязание например другим вы можете вязать на свое усмотрение можете сделать как я можете всю резиночку провязать а можете просто одним цветом вязать как в описании в описании все однотонное далее мы переходим на спицы номер 4 и вяжем лицевую гладью 14 сантиметров лицевой гладью затем нам надо закрыть для пройм с обеих сторон в каждом втором ряду смотрим на мою схему один раз три петли два раза по две петли и один раз одну петлю на спицах у нас после убавлений остается 38 петель через двадцать два сантиметра вот это расстояние от резинки нам надо разделить полотно на две части так как мы будем вывязывать разрез обычно для малышей вяжут вещи которые не сложно одеть так как детские головы большие и для небольшого свитерка нужно довольно широкая горловина чтобы эта голова пролезла поэтому чаще всего делают горловину с разрезом ну или как вариант делают вот здесь вот например на пуговичках или же делают глубокую v-образную горловину так как здесь у нас горловина не очень глубокая то предусмотрено здесь сзади разрез для того чтобы голова спокойно пролазила и так разделили мы полотно на две части при этом справа у нас 22 петли слева у нас 16 петель сначала вяжем правую сторону когда длина изделия будет 28 сантиметров от резинки нам надо для скоса плеча закрыть со стороны проймы смотрим опять на нашу выкройку где обозначены цифрами петли в каждом втором ряду один раз две петли два раза по три петли при этом одновременно мы закрываем и петли для выреза горловины то есть начинаем закрывать петли плеча и одновременно закрываем петли для выреза горловины со стороны разреза в каждом втором ряду нам надо закрыть два раза по 7 петель и мы приходим к тому что у нас на спицах не останется петелек теперь нам надо связать левую сторону с изнаночной стороны мы должны добрать 6 петель и включить их в работу и на спицах у нас получается 16 петель плюс 6 петель всего 22 петли добираем мы петли я поднимала вот здесь вот просто подхватывая петельку и вытягивая ниточку вяжем точно так же как и правую сторону только симметрично все спинка наша готова теперь приступаем к вязанию переда начинаем вязать как и спинку после того как провязали резинку переходим на спицы 4 и в первом ряду нам надо распределить рисунок и одновременно прибавить 8 петель почему мы на передней части добавляем петли потому что у нас рисунок коса а косы обычно стягивают полотно поэтому дополнительными петлями мы регулируем немного полотну и так распределение узора 15 петель вяжем лицевой гладью дальше у нас по схеме номер один нам надо провязать 12 петель и вот в этих 12 петлях мы должны добавить 4 петли далее мы вяжем 8 лицевых петель и следующие у нас 12 петель вяжем косу по схеме номер 2 и тоже вот в этих 12 петлях мы равномерно прибавляем 4 петли и оставшиеся 15 петель вяжем лицевой гладью это две разные схемы 1 коса идет у нас с наклоном вправо 2 коса идет с наклоном влево вяжем по рисунку по этим схемам 14 сантиметров от резинки до начала проем схема у нас не сложная здесь указано условное обозначение вяжутся лицевые петли и изнаночные петли и через определенное количество рядов идет перехлёст 8 лицевых петель мы перекрещиваем направо то есть 4 петли 4 петли и по другой схеме мы перекрещиваем налево тоже по 4 петли когда мы провязали 14 сантиметров то опять же я беру свою нарисованную схему и просчитанную точно также для проем с обеих сторон закрываем как и на спинке и у нас остается на спицах 46 петель через 21 сантиметр от резинки вот это вот расстояние нам надо закрыть средние две петли и дальше мы вяжем раздельно закрывая по краям выреза петли смотрим сколько у нас надо закрыть с каждой стороны мы должны закрыть по 14 петель в каждом втором ряду когда мы провяжем 28 сантиметров от резинки до начала плечевых скосов нам надо закрыть для скосов плеча также как мы закрывали на спинке один раз две петли и два раза по три петли все перед у нас готов следующий этап это мы выполняем плечевые и боковые швы и нам надо связать планки используем спицы номер три по описанию нам рекомендуют связать отдельно планки а затем их пришить к проймам кительным швом с лицевой стороны я считаю что это можно упростить и набрать петли по вырезу горловины и пройм и связать планки без швов как набрать петли для планок есть у меня на канале видео если кто не знает как это сделать то переходите по ссылке в подсказках сверху на видео или найдите это видео в плейлисте вязальные полезности видео я рассказываю как набрать петли по прямой но это применимо также и к данному набору когда вы набираете по косой то применяете набор из двух кромочных 3 петли для того чтобы планка была не широкой и не стягивала горловину и проймы на спинке вы поднимаете каждую петлю при этом с правой стороны нам надо вырезать петлю как вязать петли для пуговиц у меня также есть отдельное видео в данном случае я использовала просто обычный способ при помощи накидом петелька маленькая также можно не вывязывать петлю для пуговицы а пришить кнопку то есть это тоже на ваше усмотрение на планках я вязала дополнительным цветом 4 ряда и основным цветом 6 рядов все наш жилет готов надеюсь что вы свяжете без проблем и порадуйте своих деток ну а меня вы можете порадовать если свяжете такой жилет напишите комментарии поставите лайки если вам понравилось и поделитесь своей работой в моей группе в telegram или в соцсетях отметить мой хэштег всем пока до новых встреч и ровных вам петелек удачи удачи